Всем привет! Змеи я здесь, друзья мои! Поставить цветочки! Путешественница! Решили выпить кофейку. Но как у нас проходит праздник? Над отношениями в семье нужно работать. До встречи! Всем привет, друзья мои! Как вы поживаете? Сегодня, видите, я маска на голове. Маска на лице. Сегодня я решила использовать вот такую маску. С гранатом. Несю же... Из того, что лежит в холодильнике, решила сделать сегодня и такую масочку. Салам, бетердин! Ура! Закончил! Вот так мы дружной семьей работаем. Так что Ашка меня не эксплуатирует. Не переживайте в сто раз это говорить. Сколько можно уже говорить вам, показать. Не знаю. Сегодня хоть потеплело. Ну, а вот и другой балкончик мой. Нормально, чистенько. Хотела с вами поболтать. Сейчас сяду где-нибудь. Не поболтаюсь вам. Просто расскажу вам про... Про что вам рассказать? Сейчас скажу. Куда сесть-то? Хочу вам рассказать про праздник Байрана, как отмечают Турции. Потому что не получилось по-человечески, как по всем обычаям и традициям провести этот праздник. Сидим дома в заперти. Слов нету. Конечно, очень неприятная ситуация. Такой праздник. Но что поделать? Нужно следовать законам и правилам. Какие правила и обычаи этого праздника. Значит, с утра вы должны рано утром позвонить своим близким. Родителям. Сестрам. Ну, кого вы считаете близким, кто находится далеко. И вы должны с утра прямо поздравить их. Это будет им очень приятно. И очень приятно. И дорого для них. Потом детки начинают ходить по домам, группами. И поздравлять всех. Их можно угостить просто конфеткой. Вот вазу выносишь им со сладостями. И они берут по одной штуке. И все. У нас там в Грузии пока деньги не дашь, не уйдут. Здесь по-другому совсем. Другие обычаи. Потом, значит, что делают? Ну, я, например, когда встала, поздравила своего мужа. Я так поцеловала его руку. Ну, вот как делают руку? Вот дают тебе так. И щеками прикоснуться. Ну, это очень близким надо. Можно так же взрослым людям. Старше себя нужно так делать, руку целовать. Кто тебе старше? Вот, допустим, у нас соседи, если мы раньше в том году, мы пошли руку поцеловали. И соседки прикоснулись просто. Мужчина лмами, женщины так, щечками. И все. Ну, такие обычаи. А в этом году никак не получается. То есть младший идет к старшему. Ну, и пиршество, вот так вот, как гулянки, столы накрывают. Тут такого нету. Я вот мужа спросила, я говорю, вот скажи мне, вот как и что. Мы в основном всегда с ним вдвоем встречаем, здесь все отвечаем. Потому что родители в это время в деревне. Ну, мы и так сидим дома, никуда не ходим в этот праздник. Потому что много веселиться нельзя. Это как все молятся еще. Не так, как у нас вот Пасха просходит. И, естественно, запрещено и пить спиртные напитки, и веселиться, и гулять. Здесь только принято выпить чай. И, ну, съесть одну конфетку и уходить. Вот так мне объяснил муж. И вот так вот я вижу, как происходит. То, что вот люди приходят там и толпами, кучами сидят и ждут у стола. Пурмарили, вот по-грузински называется, пира на весь мир. Нет, здесь не так. Здесь выпьешь чай, кофе и идти надо. Потому что, ну, праздник это... У них мусульманские праздники немножко отличаются от нас, от наших христианским торжеством и пиршеством, и смыслом, наверное. Ну, мне нравится то, что происходит, нравится. И вот я смотрю, что в гости так не ходили. Ну, сейчас, естественно, не ходят. Раньше ходили гости. Только для того, чтобы поцеловать руку и получить за это денежку. Ну, да, вы знаете, моя внучка два года назад, два года назад так заработала неплохо денежку. Кто пять лир дает, вот так она целует ручки Мари, поцеловала. Кто десять, кто два, сто пятьдесят, да, да, заработала неплохие деньги. Семьдесят пять лир, кажется, она в деревне, мы тогда ездили два года назад, и она заработала семьдесят пять лир. Ну, вот и все. Допустим, мой муж там... Ой, я его два раза, один раз поцеловала, второй раз поцеловала, пока он мне не заработала денежку. Ну, это же все такие мелочи. Женщины, дипломатично надо действовать, вы так сделаете красиво, а потом зайдите с мужем в магазин, как я делаю, и скажите, я хочу очки, у меня этого нет. Вот так действуйте, понимаете, и все, ваш муж, мне кажется, не откажет. Потому что, знаете, что, вот если я, допустим, я отвлеклась от темы, но уже закончим на этом, как Байрам празднует, и все, отвлеклась от темы, но хочу сейчас вам сказать, что нужно быть дипломатичной в отношениях, да. Вот я, например, с мужем, этот, все-таки муж иностранец, все изучала, я вообще была заторможена первые два года, и первый год и следила, что, как происходит, может, что-то хотела, вот очень хотела, но погашала свои эмоции, я следила за его реакцией, я ждала, понимаете, нужно ждать и терпение, и получишь ты то, что ты хочешь, получишь. Может, не сейчас, в минуту, но все равно какое-то время спустя я это получала, потому что мой муж сам догадывался, а я вот хотела сейчас прямо, не получается так. Надо подождать, и ты больше выиграешь, да. Вот у моего мужа такой характер, если, допустим, я буду говорить, я хочу, вот у всех, да, и мужчин разный характер, и если я буду говорить ему, вот я хочу, купи мне это, он может не купить принципиально. Понимаете? Просто он этот, привел пример так со своим сыном, да, это раньше рассказывал. Я себе, наверное, крутила на ос. А если я там, допустим, вот скажу и, ой, как хотелось бы, но у тебя сейчас, наверное, не получится мне купить, вот он разобьется и купит, да. Так что, женщины, будьте дипломатичны в отношениях, и вы, зай, вы играете во многом. Ну, чтобы заканчивать это длинное видео, наверное, вот как-нибудь в прямом эфире с вами выйдем, поболтаем на эти все темы. Но над отношениями в семье нужно работать, и нужно быть мудрой. Все-таки мудрость приходит с возрастом, не так ли? Все, пошла я, пошла, пошла, пошла. Пока-пока. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.